Исключить пятилетку проживания на севере, увеличить возраст претендента на полярку. Глава региона Андрей Чибис сегодня на оперативном совещании в областном правительстве рассказал о серьезных поправках в законопроект о полярных выплатах для молодежи. Документ призван привлечь молодые кадры в здравоохранение и образование. Изменить намерены два существенных момента. Первый аспект это возраст. Кому положено такое автоматическое начисление полярок с 30 лет до 35, мы предлагаем увеличить. И второй это в законопроекте убирается цен за седлость. То есть отсутствует необходимость пятилетнего проживания на территории Мурманской области. Надеюсь, что возможность приходить к нам на работу молодым специалистам, получать сразу повышенный наклад, позволит привлечь в нашу область, в социальную сферу дополнительные кадры. Судьбу законопроекта решит областная дума. А в апатитском филиале МАГУ собрались работодатели, на чьи предприятия после окончания вуза устраиваются большинство студентов. В вузе прошло заседание Совета стратегического партнерства. С директором филиала руководители обсудили самые востребованные направления и то, как оставаться привлекательными для выпускников. На повестке дня новая программа взаимодействия между вузом и предприятиями региона. Договоры на трудоустройство выпускников в МАГУ действуют уже несколько лет. Но время требует свежих подходов. Комплексная программа взаимодействия дает более высокие показатели. Будет включать и профориентационную работу, и учебную работу, и, скажем так, то, что сейчас называется long-life learning, образование на протяжении всей жизни. То есть, чтобы молодые кадры из региона не уезжали, и не то, что не уезжали, но каждый раз возвращались к нам на переобучение, и дальше достойно продолжали свою карьеру на наших предприятиях. На сегодняшний день 80% выпускников МАГУ работает в области, в том числе и в кировском филиале акционерного общества «Апатит». Предприятие предлагает молодежи практику, наставничество, стажировку, обучение дополнительной профессии. Причем трудоустроиться можно уже во время учебы. При достижении 18-летнего возраста могут трудоустроиться в кировский филиал «Апатит». Он спокойно отрабатывает смены, в выходные в свободное время учится, сдает экзамены вместе со всеми, и к моменту получения диплома, в принципе, у него уже полноценный работник предприятия. Такое взаимодействие вуза с работодателями помогает решать проблему оттока населения. Только в 2019 году из региона уехало более 6 тысяч человек, и с каждым годом эта цифра растет. А закрепить людей на севере в первую очередь может стабильная работа.